Всем привет! Вы смотрите новости Кавказа, Грузинского центра стратегического анализа GISAG. С вами я, Гелый Васать. Итак, где у нас случилось? Случился у нас визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. Если ты не обладаешь инсайдерской информацией, а я инсайдерской информацией не обладаю, то приходится делать выводы из косвенных признаков и из того, что было сказано, например, на пресс-конференции или из языка жестов, которыми так или иначе он все равно существует и лидеры стран обязательно себя выдают. Итак, начнем с пресс-конференции. Что сказал на пресс-конференции Ираклий Арибашвили, премьер-министр Грузии, и Никол Пашиняна, премьер-министр Армении? Ираклий Арибашвили сказал следующее, что Карабахская война была тяжелым вызовом для всех стран региона, но новые подходы Николы Пашиняна открывают новые возможности. Что это за новые подходы и какие новые возможности они открывают, Ираклий Арибашвили не уточнял, но тут есть широкое поле для размышлений, потому что это действительно очень интересно. Также он подчеркнул, что Грузии важна стабильность Армении, кто бы спорил, конечно же, важна и очень важна, а также сделал открытие, формулу, формулу Арибашвили, назовем ее, что, мол, для региональной политики необходим мир, стабильность и благоденствие. Что ж, кто бы с этим спорил. Вспомнил о роли Грузии в обмене пленными и картами минных полей и сказал, что Грузия готова продолжать активную медиацию. Что вам сказать по поводу Грузия готова продолжать активную медиацию? Между прочим, медиацию Грузия особо не продолжала, потому что на самом-то деле там была роль Соединенных Штатов. Но при всем при том, я, конечно же, как и говорит Грузия, очень рад тому, что мы тоже приняли свое посильное, скажем так, участие. А также сказал о том, что он готов рассматривать новые дела. О чем говорили? Говорили об экономике, туризме, энергетике, транспорте. Причем транспорт был, было сказано в двух, скажем так, транспорте и транспортных коммуникаций, в двух ипостасях. То есть о транспорте, видимо, говорили много. И сказал о том, что Никол Пашинян предложил масштабные проекты. А также, что необходимо использовать транзитный потенциал Грузии. Конечно, транзитный потенциал Грузии использовать необходимо. Кто бы спорил, а вот насчет масштабных проектов, это правда очень интересно. На самом-то деле, подробно об этом визите мы поговорим завтра с экспертом фонда, фонд, по-моему, это, если я не ошибаюсь, это фонда, фонда Орбели, Джоне Меликяном, политическим аналитиком, который сам родом из Грузии и который занимается именно грузино-армянскими отношениями. Попытаемся завтра разобрать грузино-армянские отношения на молекулы. А теперь посмотрим, что сказал Пашинян. Это тоже не менее интересно. А Пашинян сказал следующее, что мы стараемся помогать друг другу в решении конфликта. То есть, если мы стараемся помогать друг другу в решении конфликта, то речь не идет только о конфликте Азербайджана и Армении. У Грузии только один конфликт, с которым ей можно помогать, это конфликт между Российской Федерацией и Грузией. Российская Федерация оккупировала два региона Грузии, и поэтому есть конфликт. Поэтому, ну, крайне интересно, с какими предложениями приехал Пашинян. Тем более, что он до этого, сразу после выбора был в Москве. И, скажем так, канал коммуникации с Москвой у Николы Пашиняна точно есть. Также сказал он спасибо за обмен пленными. Я отметил, что работа Межправкомиссии Грузии и Армении идет полным ходом. Что ж, это замечательно. И еще один момент, на который Пашинян обратил внимание, что армянская община является важным актором. По крайней мере, так перевели, актором. Сохранение и развитие единства Грузии. Ну что ж, замечательно, прекрасно. А теперь, что касается языка жестов. Вы знаете, я следил, конечно, за всеми визитами Николы Пашиняна в Грузию и визитами грузинских премьеров и президентов в Армению. В прошлый раз, когда приезжал Пашиняна, встречался с Гахари, были очень теплые такие отношения. То есть, они обнимались, они шутили, они улыбались. Сейчас я, честно говоря, этого всего не увидел, но, может быть, это осталось за кадром. Действительно, тут виноваты операторы, фотографы и так далее. То есть, сейчас такое складывалось впечатление, что Пашинян и Гарибашвили общались больше на официальном уровне. На самом-то деле, абсолютно два разных человека с абсолютно разными, я бы сказал, и характерами, и харизмой. Ну, еще просто разные уровни абсолютно. Я даже не буду говорить, кто лучше, кто хуже. Мое отношение к Гарибашвили хорошо известно, поэтому, на самом-то деле, дело не в том, что кто-то хуже, кто-то лучше. Дело в том, что они просто, давайте констатируем факт, что они просто разные. Для Азербайджана, естественно, главной новостью является совместные азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе. Причем, что самое интересное, это интересный суд этих учений и проводит учения спецназ, силы специального назначения. Не знаю, насколько, честно говоря, насколько эти учения являются ответом на учения российских военных, которые учили сбивать азербайджано-турецкие байрактары. То есть, легенда, по крайней мере, тех учений была. Скорее всего, эти учения были запланированы заранее, и, конечно же, учения эти являются общим фактом, являются частью вот этого общего процесса. Процесса, в общем-то, да, процесса обострения ситуации, потому что, я еще раз скажу свое мнение, я уверен, что Москве удалось перевести конфликт в конфликт низкой эффективности. Телеграм-канал «Чистка продолжается», по-моему, он так называется, но Олег Аджазаде перестал на своем телеграм-канале, я у него увидел, написал о том, что… Ну, сейчас процитирую одну секунду. А теперь на минуточку вспомним про опыт братской Турции в борьбе с террористами ПКК и другими формированиями в Ираке и Сирии. Бесспорно, опыт колоссальный, вы меня поняли. То есть, тупо и понятно, о чем идет речь. То есть, речь идет о том, что азербайджанские силы специального назначения отрабатывают тактику ликвидации мягких диверсионных групп. Посмотрим, что из этого… Конечно, не посмотрим, что из этого получится. Речь немного о другом. Посыл понятный. В общем-то, все эти… Я еще раз повторюсь, что все эти учения и все, что происходит вокруг Карабаха и армино- азербайджанского конфликта – это все как бы пазлы, которые собираются в общую картину конфликта. Из международных новостей самое интересное – это то, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал углубить сотрудничество в области безопасности между Китаем и Таджикистаном. Ну, про что это? Это про то, что Китай не надеется на Россию. У Китая есть сомнения в том, что в России хватит ресурсов сдержать, если что. Было бы неправильно сказать, что талибов, скажем так, таджикский талибов, речь идет о Саруле и сделать все, чтобы в Узбекистане сохранился режим и стабильность. Поэтому Китай готов взять на себя заботу о безопасности Таджикистана. Что это значит? Это означает, что единственная страна Центральной Азии, которая, ну, потенциально не войдет в Турский Союз, она готова уйти под Китай. А это будет означать, что в перспективе потерю влияния России в Центральной Азии. Впрочем, это только в перспективе. И из хороших новостей, это новость о том, что в Дмитрии задержана убийца гражданки Австралии Шанай Брук. Она была убита в июле. Это убийство имело очень большой резонанс в Грузии. И скажу так, то, что задержали, это хорошо. Правда, всегда есть подозрение, а того ли задержали. Но то, что два дня страна находилась в шоке, когда убили эту девушку. 21 год. Девчонки, преподавательница английского языка гуляла в парке, была изнасилована и убита. Конечно же, вот это, что задержан убийца, ну, как минимум, чувство справедливости рождает. И последнее, так как у нас есть немного времени, я вам скажу вот что. Ребят, большая просьба не упоминать географические названия как оскорбление. Я никогда не думал, что индус или кочевник – это оскорбление. Я никогда не думал, что Индия или Алтай – это одна страна, другая. Там край, плохие места. В Индии я был замечательная страна, прекрасная страна. Алтай, я, правда, там не был, но я смотрел фотографии по видео, шикарные места. Да, я, честно говоря, не понимаю вот этой логики. Хотите спорить с Портером, но при чем тут Индия, при чем тут Алтай? Это так, в качестве реплики. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok